В Якутии выделенные сиротам дома расходятся по швам. Муниципальный контракт на 85 квартир для бывших детдомовцев в свое время выиграла компания предпринимателя Смбата Сакяна. Однако, как выяснилось, дом был фактически подменен, и жильцы буквально сразу после новоселья обнаружили трещины. Смотрите, где меньше раствора вообще, или материал какой-то вообще брахован. Не знаю, что за коробочка, но вы же видите, там по-моему и опорные вот эти сваи, которые поддерживаются, плохо выдерживают. Тут же там рядом кругом водоем, и почву, получается, вот летом покажут, как оттайка пойдет. Выяснилось, что бюджетные деньги для дома сиротам пошли как платеж за долевое строительство коммерческого дома, ну а сироты и переселенцы получили ключи от квартир в куда более дешевом жилье в отдаленном районе Якутска. Прокуратура начала проверку. Пошли трещины, трещины. Вот сейчас мы будем ставить эти маячки, маячки, как оно идет. Или дом ведет, или просто эта штукатурка, или сам блок идет. Новый дом на болоте построенный, и пока еще вот сейчас надо года два, короче, посмотреть, как оно будет. Это уже будет все ясно. Главу строительной компании Сакяна не раз обвиняли в различных махинациях, но все без толку. Сейчас он тоже активно все отрицает по этому дому для сирот. Только присылает рабочих латать трещины. Проблему это не решает, в доме жить практически невозможно, говорят местные. Это возникло не во время работы, это возникло после сдачи дома. Когда мы сдали, все прекрасно. Группи такие были. Два-три свая у нас начали играть. Мы это свои усилили, усиление делили. Все полностью закончили это. Ага, вот усилили. Сейчас там все нормально, и никаких этих проблем нет. Субтитры сделал DimaTorzok.